Дождя, Медузы, ОВД-Инфо и Медиазоны Идея очень простая. С одной стороны, мы хотим, чтобы как можно больше людей узнало о петиции, подписало ее, потому что мы знаем, что в Кремле реагируют на числа. С другой стороны, мы хотим, чтобы как можно больше людей узнало вообще об этой проблеме, чтобы большое количество людей ни сном, ни духом, что есть такая история под названием «Закон об иностранных агентах», который может быть применен ко всем. Кроме этого, призываем зрителей донатить, перечислять пожертвования всем тем, кто был признан иностранным агентом. Поэтому здесь много задач. Мне кажется, они все так или иначе выполняются. Петицию против закона об иностранных агентах, созданную правозащитным проектом ОВД-Инфо, подписали более 170 тысяч человек. О ней в течение всего более чем шестичасового прямого эфира регулярно напоминали ведущие марафона агенты людей. В петиции ее авторы называют законодательство об иноагентах откровенно дискриминационным и неправовым и расценивают как акт государственного давления на СМИ и общественные организации. Телеканал «Дождь» в статусе иноагента полтора месяца. На прошлой неделе иноагентам физическим лицом признали журналиста «Дождя» Даниила Сотникова. Всего иноагентами за время действия закона российские власти объявили больше 200 организаций и частных лиц. Проблема заключается в том, что мы к признанию тех или иных людей или организаций иностранными агентами относимся уже как к обыденности, как к чему-то привычному, что ненормально. Но это так, потому что без разбора всех признают направо и налево. Чувство злости и унижения от того, что ты себя мыслишь и ты убежден, что ты патриот своей страны, ты все делаешь для того, чтобы если ты лучше, а тебя на непонятных основаниях, не будем брать всерьез те основания, которые были в пресс-релизии Минюста, объявляют иностранным агентам, тебя объявляют врагом. В эфире «Дожди» об этом говорили, к примеру, журналисты Леонид Парфенов, Владимир Познер, Алексей Венедиктов и Василий Уткин, поэт Дмитрий Быков, телеведущая Татьяна Лазарева и музыкант Андрей Макаревич. На марафоне в числе прочих выступили Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, Владимир Котлеров из группы «Порнофильмы» и Антон Севидов. Это репрессивный закон. Это попытка заткнуть рты людям, которые высказывают мысли, неугодные кому-то. Власть же хочет, как это по известному определению, править, как Сталин, а жить, как Абрамович. Нет там никаких идеалов, нет никакой идеологии. Это понятно. Это просто использование каких-то стереотипов ситуативных. Хорошая вещь – закон об иностранных агентах. Под него можно подвести любого критика. Проблема только в том, что когда не остается критиков, система скоро начинает тормозить, а потом устанавливается.